Полвека назад в Ленинградском тогда университете началась подготовка журналистов для радио и телевидения. Решение, конечно, было принято весной, как и положено, в апреле. Ну а студенты, как вы догадываетесь, появились осенью, потому что тогда начинается учебный год. И, собственно, с осени 1969 года мы и отсчитываем 50 лет существования нашей замечательной кафедры. И таким образом отмечаем 50 лет кафедры телевизионной радиожурналистики, как нынче мы именуемся. Вообще, когда кто-то достигает какого-то солидного возраста, он начинает говорить о том, что цифры – это такая условность, что в паспорт лучше не заглядывать. И вообще, главное, как ты себя чувствуешь. Ну, в общем, от некоторых юбилей все-таки можно получить удовольствие вместе. Сегодня мы постараемся это с вами сделать. Я рада, что вы меня поддерживаете. Я всегда вас поддерживаю. Я не сам. Любая круглая дата – это повод для воспоминаний, для итогов и, конечно, для новых планов. Синопсисы на будущее. Но у нас сегодня замечательная аудитория. Вообще, такой аудитории в истории нашей кафедры, наверное, никогда не собиралась. Так, если по большому счету сказать, за полвека. Во-первых, потому что на студии. Во-вторых, здесь собрались педагоги нашей кафедры, которые в разное время и кто-то сегодня, кто-то когда-то преподавал. Но и по счастливому совпадению некоторые из этих педагогов являются выпускниками нашего факультета, нашей кафедры. Так что мы сегодня здесь абсолютно все свои. И поэтому разговор будет соответствующий. Я думаю, что восстановление истории вот этой 50-летней – это возможно только совместными усилиями. Какая-то коллективная память должна начать работать, потому что, конечно, не все смогли принять участие в программе по разным причинам. И начиная вот эти воспоминания, я думаю, надо… Саксакалов. Да, с 69-го года прямо вот так вот и начнем. И я пришла позднее уже на кафедру в 76-м году. Я еще позднее. А вы еще позднее. Но тогда у меня было ощущение, что удивительно, каким образом кафедра работает, потому что никакой технической оснащенности, казалось, не было для того, чтобы готовить кадры для отрасли. Валентин Гурич, кто тогда был на кафедре? Как вообще все это было организовано? Как все случилось? Сначала был у нас кабинет радио и телевидения. Просто кабинет радио, телевидения еще не было. И заведовал этим кабинетом после окончания университета Владимир Георгиевич Осинский. Я закончил факультет в 66-м году. Меня направили на Ленинградское радио. И в это время поступило предложение Александра Федосеевича, папы вашего, прийти на факультет и возглавить кабинет радио и телевидения. И я, поскольку перед этим мне было предложение в аспиранторе остаться, я сказал, что это очень скучно, я хочу работать журналистом действующим. Я отказался. Но, тем не менее, факультет был очень близок. И я согласился прийти в этот кабинет. Семене Осинского в 69-м году, поскольку я сотрудничал на Ленинградском радио, был там Виктор Борисович Дубровин в этой редакции пропаганды. И он ко мне как-то подошел перед 69-м годом, в начале, и говорит, слушай, вот мне подступило предложение возглавить кафедру радиотелевидения на факультете журналистики. Слушай, как вот, ты думаешь, стоит мне это или не стоит? Я говорю, ну это, наверное, очень интересно, соглашайся. И он согласился. Но он вообще человек был очень с большим жизненным опытом. Ну, матрос. Да, он уже прошел комсомолку, он уже работал в вечернем радио, потом он прекрасно работал на Ленинградском радио, и это мой учитель, по сути дела, я проходил школу. А Сергей Иванович Гошин, он при вас? Сергей Иванович Гошин ушел, значит, с кафедры теории и практики. Значит, был Дубровин, был Осинский, тоже перешел с той кафедры сюда, Рукавишников, и все. То есть было что, три человека только на кафедры? Получалось, получается... А Евдокия Михайловна пришла позже. Пришла позже, уже она пришла с педагогического факультета, и, в общем, тоже вот я встретил случайно в коридоре, он говорит, слушай, я вот буду у вас работать здесь. А потом она и заведующая была. В 69-м году, в общем, нас было очень мало. А вот Владимир Петрович, он в то время был студентом, он учился, нет, позднее? Да, я на самом деле поступил в 71-м году и в 76-м закончил, но мы были первым набором кафедры, когда кафедра стала выпускающей. Вот мне так помнится. То есть сразу набиралась на специализацию радиотелевидения, да? Да, да, да. И я помню, что тогда, ну, во-первых, Валентин Гойч, сестру-то мы вспомним. Нет, я еще не дошел до этого. А, я еще вопрос. Нет, предшественники. А еще Ершов работал, правильно? Ершов был у нас техником, инженером. Он возглавлял... Вот так и пишется. Он технической службой занимался. А вот географически, где это располагалось? Я понимаю, что на Филфаке до 74-го года мы были, да? Это находилось во дворе Филфака. И вот с чего начиналось, что мы, Виктор Борисович, Владимир Георгиевич, я, мы делали кабину радиотелевидения. Кабину радиотелевидения. И все это делали мы сами, преподаватели. Представляете, эту стекловату там засовывали, потом чесались, все. Не было никаких рабочих. Все это вот мы сами делали. Мемориальной доски там пока нет, да? Вот. И поскольку еще подготовки не было, а у меня уже опыт был какой-то, да, я задел вот сестру. Это называется студенческая экспериментальная студия радио. И вы знаете, ну что я совсем пацан был еще, да? Но студенты, почти ровесники, они пришли тоже. Человек 30. Вот из действующих сестровцев, те, которые вот были, да, сейчас еще работает Мартыненко Таня, которая сейчас возглавляет информационную службу радио России. Татьяна Владиславовна Мартыненко возглавляла службу информации на радио России. А теперь директор. И уже лет 10, если не больше, директор радио России в Петербурге. Ну, я все ее там... Хорошо. Главный российский радищик. Общаемся не так часто, но в общем, да, действительно. И вот Визерякин, он еще работает тоже на телевидении, хотя сын его, который тоже закончил нашу кафедру, сейчас большой начальник, вот он министр информации в областном правительстве. Валентин Горьевич, я помню, что вы у нас преподавали технику и технологию магнитной записи, и это были репортеры, вот эти старые репортеры, тройка, четверка, пятерка, старые мезы. Если коротенько, коротенько, да, потому что времени немного, значит, коротенько. Значит, сначала вот мы учились вообще на бытовой технике, потом у нас была ПТУ, я не знаю, ты не помнишь это, да? Ты не застала. Промышленная телевизионная установка, она стояла вот тогда у нас на факультете там, в административном, и мы вообще восторгались, представляете, физиономии видим свои, в общем, мы что-то там пытались сделать, вот телевидение, там уже Осинский начал подключаться, потому что он пришел, хотя тоже газетчик, по сути дела, он же из «Ленправды» пришел. Но самый интересный пошел процесс, когда я защитил диссертацию, а возглавлял кафедру Сергея Ивановича Гошина уже, да? Он исповедовал, что, ребята, вот, значит, учитесь на бытовой технике, а вот придете на студию и будете, значит, осваивать ту, потому что, ну, если вы здесь чего-то сможете сделать, то на профессиональных сделать еще лучше. Мы с ним не соглашались, мы более прогрессивные были с Осинским, и я однажды говорю, слушайте, давайте-ка мы напишем письмо в гости радио СССР, что вот мы без техники, а готовим журналистов. Мы такое письмо составили, я молодой, энергичный, злой, приехал в Москву с этим письмом и попал на прием к Юшкевичу. Он тогда был, значит, зампреда, замминистра, да, по сути дела. Вот, я пришел в кабинет, в приемную, там человек 30 сидит, дядьки седые, там, а я молодой совсем. Думаю, ну, меня и не примут, наверное. Удивляюсь. Вдруг меня вызывают, говорят, идите, вот, вас вызывают туда. Я пошел, эти, значит, смотрят, что ты молодой какой-то нахал, пошел без очереди. Юшкевич встает в громадный кабинет, протягивает руку, здрасте, здрасте, кто вы, я говорю, вот, он просто читал уже письмо, и он мне заявляет, если бы ко мне приехал какой-нибудь технический работник, я бы его в приемную даже не принял бы. А поскольку вы преподаватель и радеете за то, что надо готовить их на профессиональной технике, я вот, значит, вам помогу. А это было накануне Олимпиады, в 80-м году. А Олимпиаде, Ленинградская студия телевидения, она переоснащалась. Он при мне же позвонил сюда на телевидение и сказал, что вот надо эту аппаратуру, Томпсон, который у нас здесь был, вот этот Томпсон нам передали. И вот тогда мы почувствовали, что мы можем что-то делать. Валентин Горьевич, я вас прерву. – Владимир Петрович, а вы-то помните сестру? Вы участвовали в этом? – Да, я очень хорошо помню эту сестру, и Валентина Горьевича помню. Прекрасно. – Молодого. – Да и молодого, и любого. Я помню, это было очень увлекательно, потому что, ну, как-то такое было ощущение, что мы не зря пришли тогда на факультет, и не зря вот нашли эту кафедру. Вот этот уголочек наверху на четвертом этаже. Я помню эту кабинку, в которой мы проводили записи. – Душная. – Что? – Душная кабинка. – Нормальная кабинка. – Никакой вентиляции. – Молодым было весело. Помню, сколько всегда было эмоций, как мы веселились. Я помню, как один раз какой-то выпуск записывали, сестры, да, и не могли там двинуться с сокурсниками вместе, и не могли пройти по тексту, потому что, ну, все знают, кто работает в эфире, бывает синдром… – Смешинка в рот попала. – Да, смешинка в рот. Это было… У меня даже где-то запись была, это хранилось, когда мы полчаса не могли победить это. Да, сестра была, и было очень здорово. Я вот помню тогда, по-моему, Константин Ершов вот этот техник был, да? – Да, да. – Да, он работал тоже и помогал. И помню, в то время еще первый бытовой, по-моему, был видеомагнитофон где-то. – Нет, еще тогда не было. – Не было, не было. – Видеомагнитофоны появились позднее. – Да, вот такая дорогая вещь, 1100 рублей стоила. – А вот здесь совершенно замечательный, вот, как это сейчас сказать, антиквариат, антиквариат, да. – Вот я бы хотела сказать, а кто помнит, как вот с ней обращаться? – Да очень просто, Марина Владимировна. – А вот там не кнопочка, там нужно ее завести. – Там нужно ее завести. – Там все. – Для начала поднимаем вот этот вот рычажочек, заводим ее, кружечку, да? – А пленка есть на 3. – Значит, потом выставляем количество кадров, вот здесь переключаете, тут 4 кадра здесь стоит, можно снимать 12 кадров, это у вас будет, собственно говоря, rapid, насколько я помню, 48, если поставим, ну, да, 48 здесь есть, значит, это будет сайтрефа, да? – Это 8 миллиметров? – Да, это 8 миллиметров, соответственно, здесь включение-выключение здесь выставляется. – У нас были занятия по этой камере. – Включение без пленки. – Здесь есть волшебный рычажочек, по-моему, это даже, вот здесь выставляется диафрагма, а вот здесь это транспоркатор, который теперь именуется модным американским словом Zoom. – И дальше вы нажимаете на спусковой крючок, и она начинает работать. – Игорь Николаевич, спасибо. – Дело в том, что вот это было, собственно, все телевидение, которое тогда было, потому что… – А у меня вопрос. – Томпсоны, про которые Валентин Гурич вспоминал, они появились много позже, а была вот эта вот камера Красногорска. – Марина Александровна, ну я очень хорошо помню, как Владимир Георгиевич владел ребят на Чпыгина, и ребята участвовали в реальных съемках, реальных телевизионных программ. Я помню, даже были фотографии, когда вот ребята… Я определил себя как поклонником радио, была часть группы телевизионной, и вот я помню, что они ходили на телевидение и участвовали в телевизионных съемках. – А пленку где проявляли-то, кстати? – Да не снимали на это, не снимали. – Не снимали? – Снимали. – Вера Сергеевна… – Вера Сергеевна, микрофон, пожалуйста. – Или снимали. – Я немножечко откорректирую ваше выступление. Значит, эта аппаратура… После того, как Константин Григорьевич тут преподавал, а я у него училась в Алики, он предложил мне прийти на факультет журналистики и заняться техникой технологии киновидеосъемки. Вот. И тогда меня принял на работу Серега Иванович Егошин. Вот. Очень хорошо помню Валентин Григорьевича и Владимира Григорьевича. И я приносила эти аппараты. Вот. Кварц приносила. Конус… Ну, конус нет. Конус очень тяжелый. А вот… И мы снимали на эту аппаратуру сюжеты. Проявляли их в лаборатории в городе. У нас, так как институт киноинженеров вообще обладал связями тогда, в ту пору, значит, нам лаборатория, одна из лабораторий городских, где работали выпускники, проверяла, проверяла эту пленку, и мы смотрели. Но, к сожалению, ничего не сохранилось даже в институте. Не то, что у меня. Пленки было мало, соответственно. Но какой-то навык мы могли получить сами, получить своих студентов. И, кроме того, еще репортеры, которых второй и так далее, тоже я приносила из родного института, потому что здесь у нас ничего не было. Помню этот замечательный закуток, где вы делали радиопередачу. Я тогда очень переживала, что мы тоже пытались подключиться к этому делу со студентами. И надо было, чтобы это все услышали. То есть, на весь корпус нужна была аппаратура. Да, кстати, там же преподавали. Матвей Ильич Фролов, извините, Масников. Игорь Федорович. Приходили сюда. Не просто я там вещал, а приходили люди, которые передавали опыт. Эмма Григорьевна, я так понимаю, что поскольку здесь было все экспериментальное, проверка была все равно всегда на практике. На практике. Вы приходили именно к вам, именно через ваш учебный кабинет, да? Было еще и раньше другое. Да? Я хочу сказать, что вот здесь говорят о всяких организационных моментах, но самый главный организационный момент в том, что декан факультета Александр Федосеевич, по-моему, в нем было заложено вот это вот неистребимое желание дать студентам возможность познавать радиотелевидение. А так как на телевидении не было возможности принимать студентов, то мы просто как бы делали как экскурсию. Как экскурсию. Вот какие-то передачи, такие массовые, студентам было интересно. А сколько человек приходило примерно за один раз? Да, они не могли участвовать в процессе. Вы понимаете, что тот процесс создания программ на Ленинградском телевидении в то время, это все было... Ну вот Кеша, когда пришел первый раз, он в это окунулся, он знает, хотя он позже пришел. Это был процесс, контролируемый от первого слова. Я не помню тех ребят, конечно, вот когда мы живем вот в потоке жизненном, мы не понимаем, что каждое нашего движения или поступок можно запечатлеть и потом составить вот эту вот яркую картину. Вот. И самый активный период это был вот момент перестройки. Момент перестройки. Я думаю, что мы об этом немножко попозже. Сидят живые свидетели перестройки. Ну я должна сказать, что в 70-м году очень многие, и я, и мои соученики, проводили практику на 5-м канале в новостях. Да, да. И вот что вот осталось в памяти, что мы точно знали, что нужно делать, несмотря на то, что у нас не было здесь какой-то специальной подготовки, что ли, каких-то специальных тренингов. Нет, очень охотно делились. Перед этой технической, промышленной, да, вот камерой, да, черно-белая, я помню, вот эту трубу, и это был единственный раз. Поэтому, когда в начале 80-х годов появилось вот это помещение, это было абсолютное счастье, и казалось, что просто мы впереди планеты всей. Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, учебная студия. Именно здесь не одно поколение родильных и телевизионных журналистов воспитали корифеи своего дела. Ну, студия много предлагает, у нас и камеры есть, можно ездить на съемки, и радио можно брать, и диктофоны. Так что у нас монтажи можно делать разные, так что возможности у нас большие тут, но правда не всегда все работает. Аплодисменты. Кстати, какого года съемка была? Ну, это уже позже, это перед последним ремонтом года за два, наверное, да. А тогда... А студия у нас открылась в 1982 году. И сделана она была просто до самого винтика последнего Юрия Михайловича Мордынского. Да, она была сделана Юрий Михайловичем. Это все волшебное железо какое-то было. Это не только, Юрий Михайлович, помогали, насколько я вот знаю наши легенды студийные, то, по-моему, там Игорь Апухтин принимал участие в этом процессе. Игорь, поделись воспоминания. Пятый курс. В общем-то, уже весна, уже диплом. Здесь затевается история со студией. Я помню, как мы таскали эти пьедесталы с камерами, в том числе с КТ-178 и с теми самыми Томпсонами. Я помню, как мы с Чипыгина-6 перли вот этот здоровенный кадр 3ПМ. Не помню уж, на каком грузовике мы этот гроб сюда везли. Не знаю, куда он делся. Но, по крайней мере, действительно, Чипыгина-6 тогда поделилась с факультетом техникой, аппаратурой, на которой, в принципе, можно было работать. Хотя, конечно, формат А уже помирал после Олимпиады к тому времени. Уже формат С пришел. Вот эти вот БЦН-овские магнитофоны, камеры и тягами. Поэтому можно было что-то отдать, как на этом работе представляли себе здесь плохо. Но, тем не менее, в качестве некоторых музейных, а то и в качестве рабочих экспонатов, здесь все это было. Так вот, это наш пятый курс. Парни Толя Миросниченко, Володь Днестеренко, Толя Ильин, ну и там Саша Грушин. Можно вспоминать в основном нашу крутую мужскую силу. Ну вот, мы работали грузчиками, которые перекидывали с Чипыгина-6 сюда, на десятую линию. Все, чем Чипыгина-6 было поделиться, не жалко. И все заработало. Ну, все заработало. Но оно бы все развалилось очень быстро, если бы не Юрий Михайлович. Да. Я помню, что это был человек, который просто дух места был. Гений места. Гений места, да, который действительно, мало того, что все собрал. Оживлял постоянно эту аппаратуру. Он постоянно оживлял. Потому что на самом деле мы проводили со студентами типа прямые эфиры, потому что здесь стояло три камеры. Перед каждым занятием это все проверялось, как у взрослых. И прогонялось. И наверх в режиссерскую шли три сигнала. И вот вы там видели микрофон, свисающий с потолка, соответственно, звук. И все это происходило. Был прогон. Все как у больших. И потом это можно было все посмотреть, потому что монтировалось непосредственно на магнитофон на верховую режиссерской. Но, к сожалению, я не нашла этих бесценных кадров. Единственное, что где-то у меня есть, но не могу оцифровать. Может быть, кто-то мне потом поможет, если я найду черно-белый вариант. Елена Петровна Пачкай делала, это уже позже, делала с иностранными студентами некий вот такой вот круглый стол, передачу про... То есть ток-шоу такое. Такое ток-шоу, да, которое записывается в черно-белый вариант. Ну, в общем, это как история. Это, мне кажется, очень интересно. Это основной жанр, по-моему, был ток-шоу. Потому что не было выносных камер. Мы все писали здесь. Да. И это то, что было нам доступно. А если не ошибаюсь, когда открылась студия, у нас Светлана Юрьевна Агапитова была Снегурочкой. Или мне изменяет память? Слушайте, мне на самом деле очень повезло, потому что мы поступили в 81-м. И в 82-м как раз открывалась студия. И я не знаю, были мы первыми или нет, но мы после первого курса уже могли выбирать, какую кафедру. И, естественно, кафедру от телевидения уже сразу был большой конкурс. И для того, чтобы на нее попасть, наверное, мы опять-таки были первыми, кто должен был пройти на студии проверку. Ну, как вот ты там говоришь, как ты смотришься перед камерой и так далее. Вот. Не все прошли, надо сказать. Не все прошли кафедру. Что вы начали творить? Ой, мы там, ой, мы что только творили. Такое вы творяли. Значит, ну, во-первых, конечно, это все учебные программы, это понятно, да. То есть все-таки для зачета каждый из нас должен был, ну, какую-то профессию, видимо, освоить телевизионную. То есть и операторами мальчишки стояли, и звук делали. Ну, самые красивые, конечно, в кадре сидели. Вот. Значит, ну и, конечно, у нас было всякие много праздников. Вот. Мне памятен, например, наш экватор. Это был уже, ну, когда два с половиной курса, да, наверное, мы отмечали здесь на студии, да, Жень, вот ты уже помнишь. Вот. Фотографии у нас есть замечательные. Вот. И поскольку мы уже все-таки журналистами себя чувствовали, то, естественно, мы это все старались снимать. И, ну, у нас была кафедра оформления, там, соответственно, они фотографировали. Кафедра радиотелевидения старалась вот зафиксировать для истории все вот эти замечательные события. Так это осталось, Светлана? К сожалению, не осталось. Есть фотографии, и фотографии мы пришлем обязательно. У нас, на самом деле, вот повезло сегодня, что и Света здесь, мы первые. То есть вы сопоставили показания. А Марина Санна, между прочим, была нашим куратором. Света была старостой курса, вот, и поэтому она была в кадре. У меня вопрос. А у меня вопрос к однокурсницам. Вопрос к однокурсницам. Вы фантазировали в соответствии с указаниями учебного плана и методическими рекомендациями научной комиссии или методической комиссии? Или у вас была фантазия, какая методическая комиссия? Отношение к практическим занятиям. Я должна сказать, что... Нет, не было никаких указаний. В кривь и в кость и в креатив. Нет, были... Мы не говорили, что сегодня мы делаем заметку, дальше мы делаем репортаж, потом мы делаем очередь, потом мы делаем... Нет, во-первых, этого было сделать невозможно. Такого не было. Нет, во-первых, этого было сделать невозможно в рамках студии. Жанры мы осваивали, безусловно, все жанры мы осваивали. Но вот был ли там какой-то строгий порядок при этом, я, честно говоря... Нет, их воплотить было очень трудно, потому что... Было сложно, сейчас я скажу. Были технические ограничения, скажем, да. Технические ограничения, но вот когда я уже сама стала преподавать, на самом деле, эксперименты пошли еще дальше. Мы на этой студии впервые, вот с Верой Сергеевной сидящей рядом, сняли клип. Вот попробуйте снять клип на Томпсонах, на трех камерах, вот в этой студии. А музыку написал наш замечательный студент, и потом очень хороший журналист и редактор, но, к сожалению, покойный. Вадим Кузнецов, да, это была его музыка, он был большой поклонник Роберта Планта, и сам писал музыку. Это в советские времена клип на Роберта Планта? Да, нет, нет, клип был на его музыку, клип был на его музыку, которую он написал, да. И мы, да, мы сняли тут, я помню, как раз вот на «Зайца смотрю», ребята сделали такой стол тут, значит, запеченный, на нем был поросенок, запеченный заяц, там просто было... Там не запеченный, да, 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 там была такая роковая, роковая тема такая, роковая, там кто-то на реке тонет, в общем, ну, и в это время происходит бал вампиров, и вот мы тут снимали в этой студии бал вампиров. И мы потом все это смонтировали, клип был вообще классный такой, да, Вера Сергеевна? То есть, опять же, в аналоте меня осталось, к сожалению. Я вот ничего про это не знала, это совершенно замечательная история, которая иллюстрирует тот-то уровень свободы. Нет, это уже... Это Евгения рассказывает уже о том времени, когда она пришла преподавателю. Когда она не была куратором. Когда я уже была преподавателем, когда же перераслала. Нет, можно я добавлю, просто вот мы когда поступили нашим, как раз первым куратором нашего курса была Евдокия Михайловна Юпашевская, вот, и мы ее ласково называли Баба Юпа, и это вот действительно был, ну, такой куратор, да, который, она практически на каждую пару приходила, по головам всех считала. То есть, ну, как вторая мать, мы такие балбесы, там, 17-18 лет, и вот мы пришли на факультет, я не знаю, сейчас есть вообще такие кураторы? Сейчас кураторов в принципе нет. Вот, а представляете, это на самом деле очень... В общем-то люди очень самостоятельные. Это очень было здорово, когда есть человек на факультете, к которому ты можешь прийти всегда, и который тебе всегда все расскажет, объяснит, и даже выслушает, если что, в жилетку поплакаться, да, и вот Евдокия Михайловна Юпашевская, вот, просто светлая ей память, она была тем человеком, который нас, вот, несознательных малышей с первого курса вела вот в эту вот во взрослую студенческую жизнь. Мы не просто учились и здесь отрабатывали на студии учебные материалы, мы в свободное время работали в редакциях, и один день был посвящен, так называемая, творческая мастерская была. То есть вы, вот, те, кто на нашей кафедре был, значит, либо в доме радио работали, либо на телевидении. Вот я, например, снимала сюжеты для программы «Монитор», и у нас был куратор, и у нас был куратор на телевидении, вот, Софья Сергеевна Химунина, который, который давали четырех, по-моему, студентов, да, и она нас вела тоже вот по всю эту практическую работу. И обязательно, если ты плохо проходишь практику, то ты еще и экзамен не сдашь, ни зачет. Тоже хочу вспомнить, вот, и по поводу сотрудников незабывенного Юрия Михайловича, вот, по поводу Веры Сергеевны, по поводу энтузиазма, который у нас был в то время. Мы ведь вот говорили как раз про тот период, когда мы снимали только в студии, и выйти не могли за ее пределы. Тут появляется у Веры Сергеевны откуда-то камера, ее личная, и она эту камеру внедряет в производственный, наш производственный процесс. Это, нет, 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 у нее была какая? Хай-8. Да, Sony Hi-8, да. Вот, и с этой Sony Hi-8, представьте, мы вырываемся за пределы, за пределы этой студии. Что мы там только не придумывали. Вот с Верой Сергеевной мы, значит, первый журналистский эксперимент со студентами проводили. Посадили студента на углу десятой линии, напротив золотого гвоздя, по-моему, он так и называется сейчас, по сию пору. Вот, поставили перед ним шляпу, положили перед ним шляпу, написали, не хватает на пиво стипендия, не скоро. Вера, вот, Вера Сергеевна сидела в машине со своей камерой, а в какой машине? А, за машиной, пряталась за машиной, снимала, значит, да, ему, а как мы писали звук, кстати, я не помню. Каким-то чудом, значит, писали звук, потому что петелек, по-моему, на дек... Ну, я не помню, как, петелек тогда не было, вот, и, в общем, мы устроили такой вот журналистский эксперимент, все было слышно, значит, и все потом смонтировали. Собрал что-то в пиво. Как раз вот на ее камеру, пока не появились в ЭХС-ке. В тот момент у меня еще был, я работала параллельно в Институте радиоприема и акустики имени Попова, и мне там подарили радиомикрофон. Вот такой вот, типа, мы этот радиомикрофон положили, ну, к этому Владимиру, по-моему, студенту, значит, вот, под его атрибуты, и звук записывали именно, приемник стоял у меня на камере. Вот, поэтому звук записался вполне прилично, значительно лучше, чем в том сюжете, который вы недавно видели. Но я еще хочу сказать вот по поводу того, какой дух стоял на студии вот в ту пору. Ребята, мы, надо сказать, что в каком году образовалась первая премия «Золотой перо»? Не помните? В середине 90-х, 96-го, 97-го. 94-й, по-моему. 95-й. 95-й, да, 95-й. А в 94-м году Владимир Георгиевич договорился на Ленинградском радио, чтобы мы с студентами, с моей группой, сходили в музей радио, блокадного радио. И когда мы туда, мы пошли туда с камерой, да, мы сделали очередной учебный сюжет для всей группы, чтобы все могли его как-то разобрать, значит, и сделать каждый свой эпизод. Вот. И ребята так загорелись этой идеей, ну, не говоря о том, что там был такой руководитель Зегер Михаил Григорьевич, совершенно потрясающий человек, светлая ему память. Вот. Мы это все сняли, смонтировали. Нам Евгения Николаевна помогала со своей школьной группой. Ребята, школьники подключились к этой работе. Фильм был 45 минут, по-моему. И мы тогда вместе с кафедрой, кафедральной книжкой получили золотое перо. Вот. И выдал нам Владимир Георгиевич денежную премию в размере, по-моему, тысячи долларов это было. Вот. На всех? Ну, да. Мы, я била кулаком, мы фильм делали, это дорогое удовольствие. И Кибитов Андрей Сергеевич очень интересовался техникой и высмотрел, что в Питер пришли видеомагнитофоны специальные, двухформатные, которые мы можем как раз за эту тысячу и купить. Что мы и сделали. Это я рассказываю для того, чтобы поделиться тем, как жили студенты в ту пору. И общение даже с той старой аппаратурой им давало очень много. Потому что прекрасно помню, как тот же Андрей Сергеевич научился монтировать на двух бытовых панасониках сюжеты, попадая точный кадр в кадр. Это безо всякой аппаратуры синхронизации это просто невозможно. Но он так в этом преуспел, что потом и пошел на практику ИнформТВ. Татьяна Владиславовна тогда взяла некоторое количество наших студентов на летнюю практику. И однажды он прибегает на студию. Вера Сергеевна, я рекорд поставил. Сюжет 40 секундный я смонтировала за 40 минут. А норма тогда была секунды, по-моему, минуты в час. Минуты в час. Да, она так и осталась, наверное, да. То есть он, мало того, что он работал как журналист, он еще мог работать как монтажер и как редактор. И как пресс-секретарь губернатор. Но это уже потом. Но это была школа, которую, пройдя здесь, он достиг, в общем-то, немалых решений. Заслуга большая Владимира Георгиевича Осинского, что он предложил группе ребят, сколько у вас было тогда? Трое. Нет, человек восемь. Владимир Дугумович, а здравствуйте, программа такая была. Программа «Драсс». Человек восемь, да? Не помню. То есть в апреле 91-го года Осинский позвонил, говорит, вот можно ли ребят, чтобы они попробовали себя в эфире. Я говорю, это невозможно, потому что надо выделять время и все прочее. И был Борис Михайлович Петров. Вот. Я ходила к Борису Михайловичу, потом подъехал Осинский, мы его убеждали. И он выделил время 10 минут, да? Здравствуйте. Да, это была утренняя программа, я хорошо помню. В 5 или в 7, с утра 7.30, по-моему, да? Прямой эфир, 7.30 утра, ежедневно, 10 минут. И надо было прийти за 45 минут, как положено по технологии. Накануне вечером сдать тексты, у цензора отметить. И ведущего, ведущий у нас был сначала Нагиев, помнишь, да? Не помню. Значит, Нагиев на втором курсе был. Он был в театральной в институте. Иннокентий Иванов, Юрий Зинчук, Миша Михайлов, ну, еще были, я забыла, потому что вот этот темп ежедневно, в 7.30 утра, вживую, и накануне, я не знаю, до скольки мы засиживались, вот эти все сюжеты делали. Я Кеша сегодня напомнила про его первый сюжет. Я его спросила, каждого из ребят, вот, можете вы написать о том, что вам, вот, чем вы увлекаетесь? Он говорит, я люблю кино. Я говорю, ну, давай, пиши. 10 минут, 10 сюжетов, 40-50 секунд. Кеша принес сколько, я не знаю, не помню страниц, 2 или 3, убористым почерком о любимом фильме, о просмотре. Я говорю, так, это надо в 10 секунд уложить. Как, я столько материала сделал? Я так старался? Это невозможно. И так каждый. Редактор субтитров А.Семкин